воскресное утро мы в норвегии и выдвигаемся в горы всем привет друзья у меня наконец-таки получилось остановиться на выходные в очень крутом месте конечно по плану вначале все должно было быть совсем не так я должен был сидеть в порту и монтировать видео поэтому за счет того что сейчас получилось вышла небольшая у меня пауза на канале выпал я немножко из этой колеи и в последний момент не дали задание и нашел себе стояночку где есть пешеходные тропы в горы за моей спиной есть одна высокая гора 2 поменьше чуть-чуть она правее от меня и есть две дороги одна дорога ведет туда и вот если вы видите кантик такой идет туда зигзагом но она ведет городку и к старинному мосту мне это не совсем на сегодня интересно вторая же дорога будете сейчас там мы пойдем в то направление там у к указателей и самое интересное что я не знаю куда эти указатели ведут то есть на гугле нету там никакой информации что там есть никаких там не фотографий ничего но единственное что я рассмотрел там должны быть озерца на горя на горях до на горах должны быть озерца и поэтому я пойду той тропой значит туда в ту сторону асфальт в ту сторону бездорожье я иду на бездорожье погнали здесь я сразу вижу какой-то дом домики точнее кстати погода сегодня немного ветреная но температура небольшая пока что по крайней мере я надеюсь мне будет комфортно сегодня гулять да здесь такой домик джунглях конечно очень красиво это все выглядит так ну мы в обход домика идем там кстати дети какие-то сидят ну да люди живут хотели бы себе такой домик я думаю хотели бы и все здесь мужа идем навстречу дикой природе в аду с собой я не брал потому что у нас течет горная река ручеек поэтому пить мы будем из нее покушать я тоже не брал но взял с собой сливы и буду надеяться что я найду чернику хотя я уже ее видел и она еще зеленая но я силы не буду растрачивать на разговоры а движусь вверх так первая . у нас интересная такой водопадик туда есть путь сейчас я пущусь и вот черничка уже уже есть у нас спелая это хорошо и я здесь у нас много можно понять что за табличка 500 метров и 600 метров может быть через 500 или 600 метров мы что-то увидим скоро мы это с вами узнаем дорога пока что могу сказать хоть и резко идет вверх но по крайней мере есть тропинка дальше я думаю будет сложнее единственно пока что могу сказать что я ошибался по поводу черники здесь пошел я выше и здесь ее спелой очень очень много просто идешь вдоль и с одной стороны черника кусты с другой стороны черника где там ягодки вот они все спелые и довольно таки очень сладко и это уже на протяжении метров 100 вот туристы тоже идут и кушают чернику по пути три путя два направо один налево Брин Гедаль я думаю мы пойдем с вами туда но направо тоже мне хочется сходить но здесь здесь я что-то если честно я не понимаю где дорога я сейчас в разведку схожу на ту сторону и обзорчик вам чудесного озера наверху у при как правильно сказать при подножии горы да или нет у подножия вот у точно надо русский язык мне заново изучать наверное у подножия горы озера здесь настолько такая такое спокойствие и тишина вот что вот когда звонит телефон хочется просто выкинуть его нахрен в озеро и так в то направление я так понимаю будет тропинка возможно уже заросшая и дикая это вот на ту гору самая которая была высокая но я пройду наверное вперед еще пройду немножко туда вперед по хорошей дороге потом если там ничего хорошего интересного я не найду то я вернусь и попробую здесь пройтись вот а здесь пока что зашел черника просто по колено и куча 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 вот на одном кустике где вообще камера вот просто все в ягодах ну и здесь тьма тьмущая в общем так что кто хочет есть чернику и варенье катать едьте в норвегию за черникой и будете здоровые и сильные так ну а я пошел дальше и значит немного про паузу которая была на моем канале не так долго выпал я да из рабочего такого режима за счет кондиционера на самом деле наверное реально я подплавил мозги потому что потом мне очень все трудно переносилось и работать вообще не хотелось ну я имею ввиду садиться за компьютер и меньше вообще держать техники в руках но видео были сняты их нужно было делать ну и я думаю сейчас потихонечку я это разгребаю если вы тем более смотрите это видео потому что вот на момент как я снимал вот это видео у меня шесть видео на два канала не было сделано ко всему к этому у меня ноутбук стал очень сильно тупить что снижает эффективность моей работы потому что чтоб вам понятно было одно видео длинное большое там по 20-30 минут как я делаю у меня уходит полдня а то и день то есть представляете да насколько это все сложно и в этот момент у меня еще и ноутбук получается под нагрузкой и я параллельно не могу что-то даже делать потому что раньше я так и делал я делаю одно дело потом я стараюсь делать что-то другое вот поэтому я надеюсь приеду домой исправлю проблему с ноутбуком и он у меня будет летать потому что ноутбук у меня игровой и параметры в нем очень сильные ну конечно на самом деле на 2022 год уже мало кого удивить но еще запаса в нем хватает тем более для такого редактора который у меня вот а я опять пришел в какие-то домики бастион какой-то старый древний разрушен смотрите из каких камней он выточен трава здесь по колено кстати еще ну а здесь когда-то давным-давно был был дом старый дом в горах возможно как знаете для в старинку да и сейчас в горах используют такие вот домики здесь ночуют пастухи которые пасут овец ну пасли раньше сейчас такого я не знаю способ такой используется или нет здесь сарай под замком или туалет это не знаю ну а домик этот давайте посмотрим что за домик смотрите здесь для гриля стоит знаете что возможно он и открыт да это горный домик ребят кто смотрел мое видео когда я поднимался в том году в горах я был в похожем домике но здесь доме конечно чересчур крутой значит смотрите есть и одеяло даже щетки чтобы подметать по нашему буржуйка чайнички ведерки пила топор то есть все самое необходимое кто-то недавно конечно немножко беспорядок оставил слушайте это конечно впечатляет это впечатляет котелки две лежанки получается ну вообще так лечь здесь могут если поместиться то вот и на столе и на лавках и на дверь меня хотела закрыть вот а видали такое что-то пикает где-то розеточки кстати тоже зарядится вот если бы я знал то я взял бы зарядку для камер так же какой-то ящичек у нас есть с какой-то книжкой закрываем а здесь еще одна комната открыта вот она да это круто это круто то есть здесь уже конкретные сделаны нары по то чтобы спать защита от непогоды стекла все как положено стол и нары и очень много на этих нарах на самом деле могут разместиться вот меня норвегия не перестает удивлять конечно и поражать насколько здесь многое сделано для людей это круто конечно ну и одна из дверька которая у нас закрыта там я могу сказать по секрету да что то же самое что и с той стороны на доме установлена солнечная одна панель за счет чего есть электричество здесь также указано чтобы костер мангал полить возле дома чтобы не допустить в летнее время поджога сухой травы и здесь указан номер что если вы хотите на долгое время то нужно позвонить об этом сообщить я хочу признаться что если бы у меня сейчас была сорок пятка а не суточный я бы здесь переночевал бы реально я бы здесь просто переночевал бы я бы ну вообще теперь я буду знать это место конечно и когда-нибудь я здесь переночую обязательно первый домик который мы проходили я немножко пропустил и я сейчас вас добью тем что я там увидел там одна дверь под замком а вторая открыта свет только не горит конечно жаль внимание тадам тадам то есть я даже не буду ничего вообще говорить по этому поводу ну для гостей вот таких как я туристов вы можете прийти отдохнуть если вам надо но насколько я понял если вы хотите остаться на ночлег разместиться здесь то есть на какое-то может долгое время то нужно связываться по телефонному номеру и вам там как бы сообщат там ну я думаю это просто как формальность чтобы пометили что кто-то в этом домике есть там имя фамилия то есть кого спрос если вы на ночь остаетесь тут на барбекю какое-то это лично мое такое предположение потому что как видите все открыто ну вы отдохнули можете дремануть если вы устали разогреть что-то себе и пойти дальше вот ну это норвегия просто все что я хочу об этом сказать это норвегия